Всем привет! Вы как всегда на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Здесь я ставлю свой инстаграм. Также подписывайтесь. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Кстати, я вас поздравляю всех с 1 марта. Мы врываемся с вами в весну и совсем скоро все мы вместе с вами отправимся на море. Будем купаться, плавать, отдыхать, дай бог. Все получится. Постоянно в своем инстаграме мы с Настенькой получаем много вопросов по поводу того, куда поехать отдыхать, какой город на нашем берегу выбрать. Я уже рассказывал про наш берег, разобрал береговую линию от Тамани до границы с Абхазией. Все подробно рассказал. Ссылочку на этот выпуск я оставлю в описании под этим видеороликом. А в этом выпуске мы с вами поговорим про Крым, про наш любимый полуостров, на который мы очень любим отправляться в путешествие. Для того, чтобы подробно нам разобрать Крым и вы поймете, куда именно вам отправиться в этот отпуск, необходимо Крым разбить на 5 частей. Но перед тем, как мы разобьем Крым на 5 частей, я хочу вам кое-что порекламировать, точнее порекомендовать. И первое это наш собственный выпуск. Это наш собственный фильм. Он родился после того, как мы пропутешествовали по Крыму 2 месяца с палаткой и с двумя детьми. Тогда в 2020 году мы просто кинули в машину все необходимое, первое необходимое, что нам потребуется. И основной элемент, конечно, был палатка. Взяли детей, завели тачку и уехали. Наше путешествие длилось целых 2 месяца, как оказалось. Мы посетили огромную кучу мест, останавливались в огромное количество мест в диких, в недиких, в кемпингах, в каком-то определенном жилье. И это было 2 месяца удивительного приключения, которое я вам тоже желаю испытать. Это было невероятно. Поэтому этот выпуск я вам рекомендую. Он будет особенно актуален тем, кто поедет в Крым с палаткой. Там куча полезной информации. И следующее, что я хочу вам порекомендовать, исходя из этого выпуска, это наш авторский гайд. Мы его написали после 2 лет. Сначала отправились в 2019 году, поездили, так сказать, на Скоряк. Потом отправились плотно в 2020 году, были там в 2021 году. Постоянно гайд дополняем новыми местами, рекомендациями, лайфхаками. Упаковываем все туда, постоянно обновляем, чтобы у каждого, кто приобретает его, была свежая актуальная информация. Наш гайд можно приобрести очень просто. Написать либо мне в директ в инстаграм, либо в Настеньке. Цена всего лишь 490 рублей. Он подойдет как тем, кто отправляется с палаткой, так и тем, кто отправляется просто без палатки, какими-то своим ходом и будет жить в каком-то определенном жилье. Именно так мы делали в 2019 году. Приобретайте, изучайте и путешествуйте по Крыму с удовольствием. Ну а мы продолжаем. Итак, 5 частей, про которые я говорил в самом начале выпуска. Вот он Крым, делим его на 5 частей. Это Керченский полуостров, это Восток Крыма, это Южный берег Крыма, так называемый Юбыка, это Севастополь и, конечно же, Запад Крыма. Ну а теперь, мои хорошие, я вам разложу все по порядку. И начнем мы с первой. Это с Керчи. Так называемый Керченский полуостров. На самом деле, он такой вытянутый, и там есть что посмотреть. Почему многие выбирают именно Керчь? Вроде бы ты отправляешься в Крым, но по сути, даже с того же Краснодара ехать в какую-то точку Крыма, это достаточно длительное удовольствие, потому что Крым, вроде смотришь, маленький, но по факту он на самом деле очень большой. И поэтому кто-то едет именно в Керчь, а кто-то едет в первый раз и не знает, что вообще там делать. Именно так мы оказались в 2019 году в Керчи. Керчи, думали, что же там посмотреть. Первое, если вы выберете в Керчи отдых чисто лежебокий, просто полежать, просто гостевой какой-нибудь дом, либо мини-отельчик, просто море, просто купаться, просто пляжи, то, конечно, в Керчи тоже это можно делать. Я, конечно, не совсем рекомендую вам выбирать именно сам город, потому что все-таки это порт, это не совсем та история, но лично по мне, там дальше на ваше усмотрение. Я все-таки рекомендую уехать от центра Керчи в Героевку, Героевская так называемая. Вообще это городской пляж считается, раньше это был поселок, сейчас это уже микрорайон, там чистое море, там шикарнейшие пляжи, там можно провести классный отдых. И там даже не просто можно валяться на пляже и просто наслаждаться морем, там еще можно сходить в гору, в пешие маршруты. И, конечно же, именно там ваш отдых будет такой, просто полежать, просто море. Отели расположены от моря очень близко, там буквально все отели 100-150 метров. То есть, ходи не хочу, туда-сюда на обед, к морю купайся, загорай. Но если вы выберете отдых в Керчи такой, что вы хотите попутешествовать, поездить, то я вам скажу, что на полуострове Керчь, конечно, тоже можно это сделать. И первое, куда я вам рекомендую отправиться, это Каяшевское озеро. Мы на Каяшевском озере, оно реально розовое. Представляете, я даже и подумать не мог когда-то, что у нас в России есть розовое озеро. И Каяшевское озеро, оно розовое. И кто бы что ни говорил, кто-то говорит, не приезжайте в июнь, не приезжайте в июле, в августе, они не такого цвета. Ребята, приезжайте туда в любое время, когда вам захочется. Каяшевское озеро имеет шикарнейший оттенок розового цвета. Вы точно будете удивлены. Не забудьте с собой взять что-нибудь розовое, чтобы сделать там классные фотографии, либо записать классные видео для своей истории. Единственное, чтобы туда попасть, нужна обязательно машина, потому что добираться на путков у вас, я думаю, что не получится. Так как в определенном поселке дорога просто заканчивается, там начинается просто трындец, там дороги нету, и изменение того года, это то, что это заповедник, Апугский заповедник, туда обязательно нужно зарегистрироваться, чтобы посетить. Либо вы посещаете через гиды, которые это все сделают, либо посещаете самостоятельно, но при этом нужно зарегистрироваться. Эту информацию можете загуглить, все и знакомиться, либо в нашем гайде есть более подробная информация. Каяшское озеро рекомендую. Обязательно рекомендую перед тем, как вы туда поедете, взять с собой канистру с водой, так как если вы выберете погулять по этому озеру, концентрация соли там настолько высокая, что когда вы выйдете, буквально через минуты вашу кожу настолько сильно стянет, что будет очень неприятно и даже в части больно. И вода вам как раз поможет все это дело смыть. Также я рекомендую из диких мест посетить генеральские пляжи. Вы только вдумайтесь, тысяча бухт, тысяча диких бухт, где не ловить телефон, где идеально отдыхать с палаткой, но перед этим, конечно, нужно взять с собой, чтобы ваш отдых прошел очень комфортно. Это ракушечные пляжи, песчаные пляжи. Это просто удивительно, как там можно отдохнуть, поэтому, конечно же, эту локацию я вам обязательно рекомендую. По пути на генеральские пляжи есть Чукракское озеро. Чукрак – это то озеро, которое славится своими лечебными грязями. Туда приезжают сотни, тысячи туристов ежегодно, чтобы взять с собой эту грязь и увезти домой. Они туда ныряют с головой просто. Мы тоже там, естественно, были. Я, естественно, там тоже мазался, но не весь, только по колено. Я, к сожалению, не переношу этот грязевой запах. Ну а если вы остановились просто непосредственно в городе, например, на один-два дня, чтобы сделать передышку от дальней дороги, то я вам рекомендую тоже погулять по городу. Там есть что посмотреть. Это Митридатская лестница, гора, на которой открывается шикарнейший вид на Крымский мост. Это руины древних городов. Это сам город, его детские площадки и просто, самое главное, история Керчи. Обязательно погуляйте, пройдитесь по его улицам, посетите центральный рынок, покушайте там рыбы, свежий улов, посещайте именно утром. Но мы с вами отправляемся дальше. Далее, друзья, это восточный берег Крыма, а здесь невероятно начинается природа. Вы это можете заметить сразу, как только вы будете заезжать уже в Феодосию. Это невероятные горы, невероятные рельефы, это огромнейшее количество троп для пеших маршрутов, это Можжевеловые рощи, это чистейшее море, это замечательные бухты, это мыс Хамелеон, это дикие места. Это классный город Судак, который обязательно рекомендую посетить. Это его великолепную набережную. Это, конечно же, новый свет со своей великолепной природой. Это его царский пляж, это тропа Голицына, это мыс Хамелеона, который мы, кстати, тоже ночевали, на которой я делал восхождение, но, к сожалению, не дошел до конца, так как этот мыс обрушается. Я не рекомендую туда ходить, потому что в любой момент там происходит обвал, и это очень страшно, очень опасно, поэтому не рекомендую. На востоке Крыма очень хорошо отдыхать дикарями. Там есть кемпинги, там есть дикие места, там прекраснейшее море, как я уже говорил. Далее для тех, кто еще готов ехать, готов преодолевать крымский серпантин, я хочу рекомендовать для отдыха ЮБК, так называемый южный берег Крыма. Здесь удивительная природа. Знаете почему? Потому что в ЮБК есть все, что нужно человеку для отдыха. Здесь есть пальмы, здесь есть набережные, здесь есть море различных пляжей, здесь есть горы, здесь есть пешие маршруты, здесь есть водопады, горные реки. То есть все, что вы бы хотели увидеть в свой отпуск, здесь есть. В ЮБК относятся несколько городов и поселков, поэтому если выберете Ялта, то, как говорится, Ялта город для богатых. Если влево-вправо уходить, то там поселочки, которые доступны уже для большинства. Если выберете это место для своего отдыха, то вы точно не пожалеете. Ну, во-первых, потому что вы можете отправиться во дворцы. Здесь огромное количество исторических дворцов, там, например, Воронцовский. Вы можете сходить туда на экскурсию, либо просто погулять своим ходом. Вы можете отправиться на самую высокую точку Крыма, это гора и Петри. Причем многие туристы ее могут посетить по-разному. Кто-то может отправиться туда на автомобиле, кто-то может туда отправиться пешком, кто-то может отправиться туда на трансфере, а кто-то может отправиться туда на канатной дороге. И да, кто не знал, в Крыму есть канатная дорога, и, кстати, она занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная, безопорная. Конечно, когда мы первый раз ехали на этой канатной дороге после самых новых краснополянских канатов, конечно, было очень страшно, особенно, когда она заезжает в эту кабинку и ударяет, все начинает болтать. Но это было интересно, и я думаю, что повторить это точно стоит. Здесь также есть заводы вин, кто любит вино, то, конечно, пробуйте, дегустируйте, покупайте. Для тех, кто выберет отдых с палатками, ЮБК, конечно, проблематичный, потому что все-таки это горная местность, здесь ограниченное количество кемпингов, их очень мало, там, я не знаю, одной руки, наверное, хватит пересчитать, и то, даже если оно все и будет, то, скорее всего, там будет не совсем комфортно. Где-то нужно машину далеко бросать, брать с собой только рюкзаки, палатку и пешком. Вот, поэтому это не совсем та история. Но если выберете именно отдых такой, так сказать, гламурный, то, конечно, ЮБК это прям класс. А мы идем дальше. Следующая часть Крыма, которую мы с вами разделили четвертая, это Севастополь. Почему этот город, он отдельно? Ну, на самом деле, потому что даже в Крыму говорят для жителей Крыма и Севастополя. Почему-то его просто так отделяют. Ну, и на самом деле еще, потому что Севастополь, он очень богат на природу. Во-первых, сам город. Военный город. Для тех, кому это нравится, вы можете походить, посмотреть эти все корабли, подводные лодки. Кстати, именно тогда, в 20-м году, первый раз мы все моей семьей увидели подводную лодку, которая плывет в море. Мы тогда останавливались дикарями в Учкуевке и наблюдали, как идет подводная лодка. Это было, слушайте, непередаваемое ощущение. Такая махина. Далее, здесь есть Кадыковский карьер, место для тех, кто влюблен, для тех, кто любит. Это карьер, который под определенным углом превращается в форму сердца. Невероятно красивый, я, конечно, каждому рекомендую. Там также находится любимая Балаклава со своими интереснейшими пляжами, которые я, конечно, тоже рекомендую посетить. Мы, к сожалению, успели посетить только пляж Василия. Мы там также над этим пляжем на парковке провели одну ночь. Это было тоже незабываемо. Пляж потрясающий, обязательно посетите. Сама по себе бухта, эта атмосфера, эти кораблики, эта рыба, которая там продается. В общем, там удивительно и клево. Помимо природного какого-то отдыха, вы в Севастополе сможете найти для себя культурный отдых. Например, посетить музей подлодок, например, сходить в какой-нибудь военный музей, например, посетить Константинскую крепость и так далее. И подобное, в общем-то, там есть чем заняться, друзья. Поэтому Севастополь, конечно, рекомендую посещению. Обязательно там остановитесь и проведите там хотя бы недельку. Ну, а теперь мы с вами перемещаемся на одно из самых наших любимых мест. Это запад Крыма. Почему? Потому что мы Крым любим с палаткой. Именно так этот полуостров может открыться вот по всем своим параметрам. Ну, почему-то там именно так. Там хочется отдыхать с палаткой. Все эти дикие места, которые пока еще они никем не тронуты, ничем не застроены. Пользуйтесь этим моментом. И вот как раз запад Крыма, он к себе очень сильно располагает. Там куча диких мест. Ну, сами посудите. Во-первых, туда доезжает меньшее количество людей по одной простой причине. Потому что это самая дальняя точка Крыма. И, например, если вы отдыхаете в Керчи, то как представить, что отъехать аж на запад Крыма, это еще дополнительно 400 километров. Поверьте мне, не каждый поедет. Здесь есть куча природных достопримечательностей. Например, Бакальская коса. Считается как самым западным местом Крыма. И еще это место исчезает. Его постоянно подмывает, подмывает из-за того, что песок постоянно добывается. И она исчезает. Поэтому в этом году я рекомендую каждому там побывать. Потрясающее место. Это Оленивка. Там, где собрана невероятная движуха. Где играют диджей. Где такая шикарнейшая атмосфера. Там есть мыс Траханкут, который я рекомендую посетить как на корабле, так сверху на машине, так и походить там пешком. Также, если вы пойдете в нормальный сезон, то можно полетать. Взять частный самолет, либо вертолет и полетать. Здесь куча диких мест, где вы можете уединиться. Просто поставить палатку, либо припарковаться на машине и понаслаждаться морем. Также здесь потрясающий воздух. Именно на запад Крыма едут лечиться те, у кого проблемы с дыханием. Дело в том, что там собраны все ветра. Морские, степные и горные. И там потрясающий климат. И даже когда ты там находишься летом, ты не чувствуешь эту температуру, которую, например, 30-35 ощущают очень сильно в Ялте. То там всегда хорошо, всегда приятно. Там всегда есть легкий ветер. И как раз на западе находятся те самые крымские Мальдивы. Их огромное количество, потому что там белый песочек, самое чистое море в Крыму. И кто не был, обязательно посетите, вам точно понравится. И, конечно, у этого места есть минусы. Для многих, кто туда приезжает, они видят и думают, куда я приехал. На самом деле там очень мало растительности. Я бы даже сказал, что там совсем нету. Но на самом деле, потому что там нет гор, там степи. И в июле-августе, когда, например, очень долго светит солнце, там просто все высыхает. Там даже лиманы, которые существуют, они тоже пересыхают. И, конечно, такой отдых зайдет далеко не каждому. Вы можете на суше увидеть спокойно смерч на западе Крыма. И мы тоже, конечно, это видели. Многие туда приезжают, не видят горы, не видят пальм и думают, блин, ну что это за отдых. Но запад Крыма, он немножко про другое. Он про дикие места, про чистейшее море и про уединение с природой. Собственно, друзья, у меня все. На этом буду выпуск завершать. Не забывайте посмотреть выпуск, про который я вам говорил в самом начале. Ссылочка будет в описании. Также не забывайте про наш авторский гайд. Конечно же, отправляйтесь, путешествуйте. Путешествуйте побольше, путешествуйте с легкостью и налегке. Для тех, кто бывал в Крыму, напишите, пожалуйста, в комментариях, а какое место в Крыму для вас самое интересное, удивительное, уникальное. Я знаю, что многие из вас, из моих зрителей, ездят исключительно в одно место в Крыму, потому что они его очень сильно любят. Но, несмотря на это, я рекомендую вам отправиться в большое путешествие по Крыму. Ведь Крым не ограничивается одной локацией. Крым – это тот полуостров, который можно всю жизнь путешествовать по нему и всегда удивляться новым для себя местам, которые вы откроете. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже совсем скоро в новом видеоролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok